Всем привет! Я довольно редко смотрю телевизор, но иногда до меня все-таки доходят отдельные какие-то программы, которые выходили на каких-то телеканалах, если там происходит что-нибудь особенно яркое. И вот так мне на днях прислали ролик с ютуба, это запись эфира 112 канала, эфира, в котором принимал участие народный депутат от партии ОПЗЖ Ренат Кузьмин, он же бывший заместитель генерального прокурора во времен Януковича. И этот самый Ренат Кузьмин в эфире заявил напрямую, что ДНР и ЛНР, оказывается, создавались с целью самообороны, что это была необходима оборона жителей Донбасса от заговорщиков в Киеве, то есть от заговорщиков, которые устроили Майдан, и что создание ДНР и ЛНР, оказывается, было направлено против противоправных действий. Если мы скажем, что создание ДНР и ЛНР – это реакция на антиконституционный захват власти в Киеве, и это попытка защититься от распространения влияния заговорщиков на всю территорию Украины, то в таком случае ДНР и ЛНР являются образованиями, призванными защитить население от противоправных действий. В таком случае это можно назвать и необходимой обороной, и крайней необходимостью. Очень бы хотелось спросить Рената Кузьмина, который все-таки прокурор, а как с помощью одних противоправных действий можно защититься от других противоправных действий? Допустим, в Донецке вот эти сторонники ДНР и ЛНР действительно пытались как-то защититься от заговорщиков. Но почему они тогда отжимали машины и квартиры у других дончан, у жителей этого же региона? Зачем они грабили автосалоны и банкоматы? Зачем они похищали людей, сажали их на подвалы и пытали? Зачем они превратили завод-изоляция в пыточную и тюрьму? То есть все это как-то не соответствует той легенде о том, что эти люди просто пытались себя защитить от каких-то противоправных действий. Хотя, кого я спрашиваю, это же прокурор Янукович, у него свои представления о законности. Впрочем, дальше там еще круче, потому что дальше Ренат Кузьмин рассказывает, что против Зеленского ДНР и ЛНР, оказывается, тоже воюют вынужденно. Так вот, если нынешняя украинская власть является продолжателем власти Порошенко, тогда Донецк и Луганск к этой нынешней украинской власти Зеленского будет относиться точно так же, как власти Порошенко. И точно так же они будут защищать себя от Зеленского уже. Но ок, против Порошенко воевали, потому что был Майдан, потому что были заговорщики и противоправные действия. Зеленский пришел к власти абсолютно легитимно, на честных открытых выборах. За Зеленского голосовали в том числе жители Донбасса, подконтрольного Украине. То есть, соответственно, никаких противоправных действий здесь уже не было. Более того, Зеленский победил того самого ненавистного Порошенко и отстранил его от власти, от того самого Порошенко, которого так ненавидят в Ордло. Но почему-то против Зеленского тоже продолжают воевать. Может быть, наверное, потому что противоправные действия здесь на самом деле ни при чем. Ну и, конечно же, само собой, Кузьмин ничего не говорит о российском участии в этом конфликте. То есть, по его мнению, просто некие ДНР и ЛНР образовались сами по себе, восстали сами по себе, а Россия в этом никакого участия не принимала. Это, кстати, известный маркер конченого. Вот если перед вами человек, который отрицает или игнорирует тот факт, что в Славянске войну начинали граждане России, которые вторглись из Ростовской области в Славянск, захватили его под руководством сотрудника ФСБ Игоря Стрелкова. Если перед вами человек, который отрицает, что ДНР создавалась гражданином России, первый руководитель ДНР, первый так называемый премьер ДНР был Александр Бородай, москвич, то это значит, что перед вами кончены. То есть, вести с ним какой-то дальнейший диалог вообще не имеет никакого смысла. Но главная сенсация в этой истории, конечно же, не взгляд Рената Кузьмина. Ну, кого в самом деле в нашей стране можно удивить тем, что прокурор Януковича оказывается лжец и украинофоб и враг Украины. Никакой сенсации в этом, конечно же, нет. Удивительно в данном случае другое. Дело в том, что с 2014 по середину 2019 года Ренат Кузьмин не проживал в Украине. Он скрывался от украинского правосудия. Против него здесь были открыты уголовные дела. И Ренат Кузьмин жил где-то в России. Ну, может быть, он еще где-то жил, я не буду утверждать. Но факт тот, что в Украине его не было. Он был в розыске, его искали, но в стране такой гражданин не находился. Соответственно, по Конституции Ренат Кузьмин просто не имел права становиться народным депутатом Украины. Потому что Конституция, напомню, требует, что народным депутатом может быть избран тот человек, который последние пять лет проживает на территории Украины. Ренат Кузьмин на территории Украины, соответственно, не проживал. Напомню, что именно на этом основании, о том, что эти люди не проживали в Украине последние пять лет, отказано было в регистрации Шарью и Клюеву, которые тоже подавали документы, которые пытались баллотироваться в депутаты, в народные депутаты, но им отказали. Потому что сам факт их баллотирования нарушал Конституцию. В данном случае имеем абсолютно идентичный случай. То есть Ренат Кузьмин тоже не проживал в Украине. Но почему-то тем отказали, а этого абсолютно нормально, спокойно включили в список, и в итоге он стал народным депутатом. Интересно, как же вообще это произошло? И самое интересное, что после возвращения Рената Кузьмина в Украину, после того, как он принял присягу народного депутата, вот эти самые уголовные дела, которые были открыты против него, были магическим образом прекращены. Ну, просто какая-то мистика. То есть, с одной стороны, мы видим ситуацию, когда никаких законных оснований у этого любителя бандитов и террористов быть народным депутатом нет. То есть, он просто не должен находиться в парламенте. Он не имеет права там быть. С другой стороны, мы видим, что украинское государство полностью в лице всех своих, ну, скажем так, органов, да, правоохранительных органов, в лице Центральной избирательной комиссии дают этому человеку зеленый свет. То есть, ему позволяют вернуться, его не арестовывают, и, более того, его регистрируют нормально сначала кандидатом, потом депутатом Верховной Рады. То есть, украинское государство само же помогает своему врагу, открытому врагу, стать депутатом парламента и принимать законы для всех нас, для всех граждан, которые сегодня в Украине живут. Может ли Украина с таким подходом стать успешным и сильным государством? Я убежден, что не сможет. Потому что, ну, враги есть у всех. Наверное, у каждого более-менее там сильного или значимого государства в этом мире есть враги. Но при этом ни одно государство само своими же руками не старается этих врагов вплести, да, внедрить в свою же систему власти и как-то их усилить. Наоборот, все государства, которые борются за выживание, они стараются своих врагов как-то отслабить, отодвинуть, ну, каким-то образом, скажем так, лишить их власти, лишить их возможности влиять на свою судьбу. Мы же поступаем ровно наоборот. И, конечно же, ничего хорошего из этого не получится, по моему глубокому убеждению.